В ноябре в Харькове стартовала благотворительная акция «Сыгреем старый цирк». К Новому году горожане собрали около 100 тысяч гривен на закупку обогревательных панелей, чтобы юные артисты могли зимой не прекращать занятия из-за холода. Однако месяц назад приказом государственной цирковой компании Украины использование отопительных приборов на манеже запретили. Использование манежа в связи с данным приказом мы свели практически к нулю, хотя репетиции самые важные все-таки происходят, то есть проходят. И переместились, скажем так, в те помещения, где мы можем нормально контролировать температуру. Там занимается сейчас студия. Худрук цирковой студии Светлана Момот рассказывает, невзирая на приказ, они продолжают монтаж приобретенных отопительных панелей. Полторы сотни ребят сейчас готовятся к участию в телепроекте «Украина. Моя талант – дети». Панели, они эти и безопасные, и они, это не ламповые, то есть… То есть это не УФО. Это не УФО, это не УФО. Да, они достаточно далеко, это длинноволновые, то есть они нагревают предметы, поэтому если мы выставляем реквизит, это все нагревается, и дети могут заниматься. Ну, плюс, естественно, это у нас было рассчитано на то, что у нас есть две дизельные пушки, одна, которая обогревает балетный зал. Старый цирк Харькова относился к украинской творческой дирекции по подготовке цирковых аттракционов и номеров. Однако три года назад, после реорганизации Министерства культуры и создания государственной цирковой компании, деятельность студии оказалась под угрозой. В апреле прошлого года сотрудников студии перевели на баланс госкомпании, а вот само здание осталось без финансирования. Родители юных артистов обратились в прокуратуру. Открыто уголовное производство по статье «Растрата имущества». Кроме этого, харьковчане написали исковое заявление в окружной административный суд Киева. Касается это заявление отмены приказа Министерства культуры Украины номер 633. В общем-то, это краеугольный камень. И этим приказом, в общем-то, все и началось. То есть, прикрываясь этим приказом, компания и хочет отобрать здание, хочет ликвидировать студию. Пока спорные вопросы решаются в суде, дети продолжают заниматься. На очереди юбилейное шоу к 110-летию старого цирка. Оно запланировано на начало марта.